здравствуйте ребята тема нашего урока единицы времени год месяц сутки прозвенел уже звонок начинается урок подравнялись подтянулись сели тихо улыбнулись и ребята каждый день на уроке мы с вами записываем дату а что такое дата дата запись включающая в себя число месяца месяц и год иногда день недели номер недели в году как необходимо указать в конкретном случае например в начальной школе вы записываете число и название месяца давайте вспомним какой сейчас месяц какое сегодня число какого числа и в каком месяце у каждого из вас день рождения когда день рождения вашего лучшего друга тему урока вы сами узнаете если загадку сейчас разгадаете что идет не двигаясь с места конечно это время мы сегодня будем говорить о времени точнее о единицах измерения времени а поможет нам в этом необычный гость старик-годовик вышел старик-годовик махнул рукавом и полетели 12 птиц а у каждой птицы по четыре крыла в каждом крыле по семь перьев каждое перо с одной стороны черное а с другой белое что это за птицы 12 птиц это год так как год состоит из 12 месяцев 4 крыла это месяц так как в каждом месяце 4 недели 7 перьев это неделя так как неделя состоит из семи дней перо это сутки так как они состоят из дня белой стороны и ночи черной стороны задание наши напомнят вам понимаете ли вы по часам если вдруг у кого-то не получится то сегодня на уроке он обязательно научиться который час кто скажет из вас правильно часы показывают без пяти три посмотрите на часы который час они показывают правильно часы показывают ровно девять часов посмотрите на часы который час на них правильно часы показывают пять минут второго молодцы существует крылатое выражение день ночь сутки прочь нам предстоит выяснить что такое сутки старик годовик нам в этом поможет ребята сутки это промежуток времени приблизительно равный периоду обращения земли вокруг своей оси сутки это время одного восхода солнца до другого в сутках 24 часа а семь суток составляют неделю запишите как принято в математике сокращать единицы измерения времени одни сутки это двадцать четыре часа семь суток это одна неделя потом люди обратили внимание на луну люди сосчитали что от одного новолуния до другого проходит 30 суток в одном месяце 30 или 31 день это месяц месяц это период обращения луны вокруг земли запишите один месяц равен 30 или 31 дню но есть один месяц февраль в котором 28 дней дней а один раз в четыре года 29 дней запишите февраль 28 или 29 дней а время движется вперед и день за днем проходит год какая единица времени прозвучала в строках год это промежуток времени приблизительно равный периоду обращения земли вокруг солнца один год это 365 суток но когда по астрономическим требованиям феврале добавляется один день то получается 366 суток и такой год называют високосным последним из високосных был 2012 год запомните один год это 365 суток високосный год это 366 суток отгадайте загадку которую нам принес старик годовик ровно дюжина ребят по порядку стало в ряд дружно молодцы живут не спешат не отстают 12 месяцев ребята сколько месяцев в году один год это 12 месяцев запомните один год это 12 месяцев повторим хором и запишем название месяцев 1 январь 2 февраль 3 март 4 апрель 5 май 6 июнь 7 июль 8 август 9 сентябрь 10 октябрь 11 ноябрь 12 декабрь отгадайте загадку которую нам принес старик годовик 4 наряда меняет земля и в каждом наряде она хороша в зеленом и белом в желтом цветном мы ее рады видеть в любом правильно ребята это времена года ребята один год это четыре времени года посмотрите на нашего гостя его наряде присутствует все времена года давайте их назовем и запишем год это четыре времени года зима весна лето осень запомните от вращения земли вокруг солнца зависит смена времен года а теперь отгадайте еще одну загадку которую нам принес старик годовик пришел к нам в дом он толстячком но с каждым днем худел худел пока не стал одним листом и в новый год не улетел отрывной календарь календарь это определенная система счета продолжительных промежутков времени с подразделениями их на отдельные более короткие периоды годы месяцы недели дни именно календари помогают нам вести счет времени руки поднять вверх раз сжать кисти в кулак два разжать кисти повторить восемь раз затем руки расслаблено опустить вниз потрясти кистями темп средний раз-два 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 и потрясти кистями голову наклонить вперед сколько всего дней в летних месяцах поможет узнать нам это календарь запишите примером проверьте себя тридцать плюс тридцать один плюс тридцать один получается девяносто два дня мы только с парохода мы только из похода целых семь недель гостим мы на воде а сколько это дней сосчитай-ка поверней проверьте себя семь умножить на семь равно сорок девять дней установите соответствие запишите правильно проверьте себя один год это двенадцать месяцев одни сутки это двадцать четыре часа одна неделя это семь суток один месяц это тридцать суток тридцать одни сутки двадцать восемь суток двадцать девять суток решите логическую задачу у Иры день рождения был в понедельник а у Саши через пять дней назовите день недели когда у Саши будет день рождения у Саши день рождения будет в субботу перечислите единицы времени о которых мы с вами говорили в порядке возрастания сутки неделя месяц год сутки это промежуток времени приблизительно равный периоду обращения Земли вокруг своей оси месяц это период обращения Луны вокруг Земли год это промежуток времени приблизительно равный периоду обращения Земли вокруг Солнца ребята посмотрите старик годовик хочет чтобы вы сделали свой выбор если урок полезен и все понятно выберите зиму и раскрасьте квадратик в вашей тетради синим цветом если что-то немного неясно выберите весну и раскрасьте квадратик в вашей тетради зеленым цветом если вы думаете что придется еще потрудиться выберите лето и раскрасьте квадратик в вашей тетради красным цветом если были трудности сомнения не совсем понравилась работа выберите осень и раскрасьте квадратик в вашей тетради желтым цветом. Ребята, цените время, не тратьте его зря, наполняйте свои часы и минуты добрыми и полезными делами. Спасибо за работу, вы хорошо потрудились. Продолжение следует...